Здравствуйте! Вы смотрите программу событий в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шоссе и ход строительства бассейна в Куйбышевском районе сегодня проверила глава Самары Елена Лапушкина во время рабочего объезда города. Шоссе расширяют на одну полосу, чтобы разгрузить плотное движение перед перекрестком с 22-го портсъезда, а спортивный объект возводят с нуля. На каком этапе работы, выяснила и наша съемочная группа. На заводском шоссе кипит работа. Подрядчики расширяют дорогу для поворота в районе улицы Мальцево. К ней будет вести новая полоса длиной 900 метров от улицы Профильной. Но для проведения работ возникла необходимость переноса 18 кабелей от городской подстанции. Как сейчас выполняют работы, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Это будет прокол на ту сторону. Здесь будет две пятисотые трубы, одна шестьсот тридцатые. То есть, по сути, для того, чтобы до подстанции нам найти, осталось вот сейчас пробиливать дорогу, переход через дорогу по той стороне осуществить и здесь осуществить прокол. То есть на всем этом протяжении траншеи выкупаны, частично кабели уже уложены. Также глава города проинспектировала и строительство нового бассейна в Куйбышевском районе Самары. Сейчас подрядчики продолжают работу по устройству фундамента. Бассейн в Куйбышевском районе был, но он не функционирует уже давным-давно. И в связи с изменившимися нормами, правилами, с НИПами было принято решение не реконструировать тот, потому что фактически было также строительство с нуля, а строительство нового бассейна, современного, отвечающим действующим правилам. Главным элементом здания станет 25-метровая чаша бассейна с раздевалками и душевыми. Помимо бассейна в здании также расположатся тренажерные и универсальные спортивные залы, подсобные помещения. Также будет предоставлен доступ для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Закончить все работы планируют летом 2022 года. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Волна COVID-19 продолжает расти. И единственный способ противостоять ее натиску – прививка. Особенно, когда речь идет о тех профессиях, которые связаны с ежедневным общением с большим количеством людей. Как, к примеру, специалисты социальной службы. Каждый из них ежедневно обслуживает не менее 10 человек. Подробности в нашем сюжете. От компенсации услуг ЖКХ до назначения детских пособий. Работа специалистов социальной службы связана с ежедневным контактом с людьми разного возраста. Это и пожилые люди, и семьи с детьми, приходящие на прием за консультацией или оформлением выплат. В управлении промышленного района Самары работают 84 человека. Ежедневная нагрузка на каждого – около 10-12 посетителей. Единственный способ избежать в такой ситуации заражения коронавирусом – вакцинация. На сегодняшний день более 70% работников сделали прививки. К нам можно записаться на сайте, можно прийти сюда, также вас проконсультируют, никто не откажет, вас примут. Всех стараемся принять, стараемся, чтобы наши граждане не боялись к нам приходить, что все у нас провакцинированы. Мы ждем всех с удовольствием, чтобы всех обслужить, помочь в трудной жизненной ситуации. Светлана Пудовкина работает в социальной службе около трех лет. Год назад переболела коронавирусом. Восстанавливалась долго, поэтому как только появилась возможность, сделала прививку «Спутник Ви». Скоро планирует пройти повторную вакцинацию. У нас огромный поток людей, мы постоянно общаемся, оказываем услуги. Поэтому я считаю, что нам, как людям, которые работают непосредственно с населением, обязательно нужно быть вакцинированы. Ревакцинацию буду делать обязательно, потому что я считаю, что несу ответственность не только за себя и за своих близких, но и за людей, с которыми мы здесь работаем, вообще общаемся. Посетители, говорят, приходят в отделение с удовольствием. Здесь всегда к ним внимательны и без страха за свое здоровье. Ну, я прихожу сюда по необходимости. Сотрудники, я знаю, что здесь почти все привиты, ну, 99%. Сама я тоже вакцинированная. Поэтому я нормально прихожу, без всякого чувства страха. Сделать прививку может каждый житель региона старше 18 лет. Для этого можно обратиться в районную поликлинику, а также в круглосуточный кабинет или мобильный пункт вакцинации. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Напомним, завтра у торговых центров на Московском шоссе 5 и на Дыбенко 30 мобильные пункты дежурят с 10 часов утра до 7 часов вечера. Виктория Шара и события. В Самаре продолжаются рейды по торговым точкам. Проверяют, как организована пропускная система, а также наличие антисептиков, соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Эта мера позволяет разорвать цепочки, которые привозят к росту числа заболеваний коронавируса. Подробнее Мария Левина. Вход в торговые центры вне зависимости от площади помещений только по QR-коду и документам, удостоверяющим личность. Исключений здесь нет даже для членов съемочной группы. Проверки торговых точек на соблюдение правил безопасности продолжаются. В них участвуют городские власти, работники Роспотребнадзора и правоохранительных органов. Нарушителей составляют протокол, который потом отправляют в суд. С 25 октября по 7 ноября в регионе объявлены нерабочими днями. В это время разрешена торговля только продовольственными товарами и товарами первой необходимости. В первой же точке проверки мы столкнулись с нарушением. В магазине одежды спокойно разгуливали покупатели. Вы должны были как-то оградить доступ к посетителям? Ну, первый раз там переключите. Сейчас я оградю. Ладно, сейчас оставим. Руководство магазина должно предоставить проверяющим приз-курант – документ, в котором представлен весь ассортимент торговой точки. Из этого документа должно быть понятно, что 30% товаров являются первой необходимости. В противном случае разрешения на торговлю нет. Приз-куранта в магазине не было. С точно такой же ситуацией мы столкнулись и поднявшись на этаж выше. Руководство на месте не оказалось. Сотрудники же работали, как ни в чем не бывало. Руководство у меня никакого распоряжения попало до этого, я имею в виду 30% этого не было. Никакой информации мне не дало. Потому что я точно на работу, работаю. Не появился никаких вопросов? Ну, мы задали вопрос, что вышло от становления зажива. А что вам ответили? Ничего не ответили. Сказали, от руководства ЦУМа ничего не было. ЦУМ работает. Поэтому вышли на работу, как все сотрудники. Руководство ЦУМа Самары в данном случае совершенно нормально обеспечило пропускной режим. на территорию торгового предприятия, у которого площадь составляет более 2000 квадратных метров. Все, проходя, показывают QR-коды и сотрудники сверяют это с удовлетворением личности. Здесь все в порядке. В данном случае осуществляли работу организации торговые предприятия на территории торгового центра, которые не могли этого делать. У них товаров первых необходимостей в прескуранте менее 30%. В данном случае нарушителями являются торговые организации на территории торгового центра. И составлены протоколы были на эти торговые предприятия. Физические и юридические лица несут взаимную ответственность за нарушение ограничительных мер. Если выявили покупателя без маски, ответить придется и ему, и продавцу. Протоколы направляют в суд для определения наказания. Системы штрафов разнятся. К примеру, гражданину грозит штраф до 30 тысяч рублей. Предприниматели могут получить предупреждение и шанс исправить ситуацию. А тем, кто сразу не поймет, придется ответить рублем. Причем штрафы внушительные для юридических лиц, они доходят до 300 тысяч рублей. Те магазины, в которых сегодня проходила проверка, свою ошибку поняли. И буквально через несколько минут после проверки к ним уже не попасть. В ходе проверок обращают внимание и на наличие у продавцов и покупателей масок, антисептиков в магазинах и соблюдением покупателями социальной дистанции. Элементарные правила безопасности помогут избежать распространения коронавирусной инфекции. Однако самым действенным способом защиты остается вакцинация, напоминают медики. И призывают самарцев отказаться от посещения общественных мест, а использовать нерабочие дни, чтобы сделать прививку от опасного вируса. Мария Левина, Григорий Плешаков. События. Самарские автобусы оборудуют рециркуляторами воздуха. В первую очередь оснащают обеззараживающими устройствами транспорт, курсирующий по самым протяженным и востребованным маршрутам. На сегодняшний день увидеть рециркулятор можно в салоне автобусов 34 и 67. В течение ближайшей недели ими снабзят еще 47 подвижных составов. Гульфия Сафина продолжит. От ЖД вокзала до Крутых Ключей и от Площади Революции до Металлурга. Первые городские автобусы с рециркуляторами запустили по 67 и 34 маршрутам. В ближайшие дни 50 самарских автобусов снабдят бактерицидными обеззараживателями воздуха. Предприятие решило поддержать безопасность в своем подвижном составе, а также поддержать местного производителя. Поставка рециркуляторов организована с Тольяттинского завода. Весь оставшийся автопарк оснастят к концу ноября. Мы должны укомплектовать 432 автобуса. Контракты заключены и по мере поступления этих рециркуляторов от поставщика будет осуществляться обстановка. То есть работа будет осуществляться в таком режиме с колес. Привезли, установили. Привезли, установили. Не будут дожидаться поставки, пока всю партию не поставят. 99% вирусов, бактерий, грибков и плесени уничтожаются в автобусе всего за 24 минуты. При этом для здоровья пассажиров никакой угрозы. В основе прибора встроенная ультрафиолетовая лампа, которая перерабатывает, обеззараживает и ионизирует воздух. Он одобрен Роспотребнадзором. Поэтому все сертификаты качества мы проверили. Действительно, они соответствуют заявленным требованиям. Все рециркуляторы пойдут по разным маршрутам. И в основном, в первую очередь, мы постараемся обеспечить те подвижные составы, которые выходят на линию с самым большим пассажиропотоком. Включается замок зажигания. И он автоматически включается. Работать рециркулятор может на протяжении всего маршрута в любой сезон. В настоящее время идет оснащение всех видов наземного городского транспорта. Семь трамваев и три троллейбуса с рециркуляторами уже на линии. Функционируют приборы и на станциях метро. Такой дополнительный метод борьбы с пандемией уже оценили и самарские пассажиры. Я считаю, что это нужно обязательно. Не только в 67-м. Везде. Я отношусь к этому положительно. Я ко всем, как к кварцам какие-то. У нас дома даже все мои. У нас и кварцы есть. Все-таки микробы какие-то все равно есть. Они и в транспорте, и дома. Установка приборов обеззараживания воздуха не снимает действующего в регионе масочного режима, подчеркивают специалисты. Но станет эффективным дополнительным препятствием для роста заболеваемости. Гульфия Сафина, Василий Калдашов. События. Эфир продолжит новости экономики. Их подготовила Светлана Кудрявцева. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Виктория и уважаемые телезрители. В Самарской области откроют три новых центра «Мой бизнес», где они появятся и чем помогут. Об этом я обязательно расскажу, но через минуту. А пока о ценах на электроэнергию. Электроэнергию. Цены на электроэнергию к 2050 году могут подняться в России на 26%. Это связано с энергопереходом и снижением углерода емкости экономики в шесть раз. Такой прогноз дает Минэкономразвитие. Речь идет о переходе к так называемой «зеленой экономике». Это модель, которая призвана сохранить природные активы и снизить негативные воздействия на окружающий мир. При этом для стран-экспортеров углерода емкого сырья, таких как Россия, отказ от традиционных источников энергии несет много рисков. Основной отрицательный эффект в том, что энергетический переход может обострить социальное неравенство, а в отдельных странах привести к увеличению числа людей, живущих за чертой бедности. Государство будет поддерживать в первую очередь тех пенсионеров, которые не имеют других доходов, кроме пенсий. Об этом заявил глава Минфина Антон Силанов. Так он и оценил перспективы индексации пенсий работающим гражданам. По словам министра, в первую очередь имеющиеся в бюджете ресурсы направляют на поддержку семей с детьми и решение вопросов бедности. Второй приоритет – поддержка неработающих пенсионеров, которые не имеют дохода. Напомню, что индексацию пенсий работающим россиянам отменили с 2016 года. С тех пор представители законодательной власти неоднократно предлагали вернуть ее. В сентябре правительство выдало отрицательное заключение на соответствующий законопроект. В Кабмине отметили, что индексация потребует дополнительных расходов, а в финансово-экономическом обосновании к законопроекту не указан их источник. В Самарской области планируют открыть три центра «Мой бизнес» до конца этого года в Похвестнево-Октябрьске и Кенеле, а в следующем году еще и в Жигулевске. Такие дома предпринимателей уже работают в Тольятти, Сызрани, Отрадном, Новокуйбышевске, Чапаевске, а в Самаре функционирует крупный региональный центр. В нем собрана вся необходимая инфраструктура развития предпринимательства губернии. В таких комплексах можно получить юридическую помощь, разобраться с бухгалтерией и налогами, сертификацией товаров и услуг, оформить заявку на кредит или получение мер государственной поддержки по каким-либо программам, зарегистрироваться в качестве самозанятого и многое другое. Все услуги, необходимые для развития предпринимательства, оказываются в режиме одного окна. Кроме того, функционируют каворкинги, комнаты для переговоров и конференц-залы. Центры «Мой бизнес» создаются в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Официальный курс доллара на 29 октября – 70 рублей 52 копейки, доллар прибавил 71 копейку, евро – 81 рубль и 84 копейки, европейская валюта увеличилась на 81 копейку, нефть марки «Брент» – 82 доллара и 87 центов за баррель. На этом пока все. Оставайтесь с нами и будьте в курсе. В Самаре взяли под охрану здание реального училища. Соответствующий приказ опубликовало региональное управление госохраны. Объект культурного наследия федерального значения находится на Алексея Толстого, 31. Самарское реальное училище было открыто в 1880 году в доме купца Ивана Маке. Это был один из первых благоустроенных кирпичных домов в городе. Здание должно остаться нетронутым, в том числе его фасада, с архитектурно-художественным оформлением и внутреннее устройство училища. В него входят все несущие стены, колонны, перекрытия, проемы и лестницы. Более четверти жителей страны уже прошли всероссийскую перепись населения онлайна. Она началась 15 октября и продлится до 14 ноября. Традиционный формат, когда переписчики обходят дома и квартиры лично, также сохраняется. Любой россиянин может подать данные о себе и своей семье самостоятельно на компьютере в МФЦ или на стационарных переписных участках. О том, насколько важно участие в переписи, расскажет Никита Колосов. В этом году всероссийское перепись населения проходит с применением информационных технологий. Каждый желающий, даже если это иностранный гражданин, может самостоятельно заполнить анкету на сайте госуслуг и получить QR-код. Тем, у кого нет такой возможности, помогают переписчики. Они ходят по домам и просят ответить на вопросы о социально-демографическом статусе каждого члена домохозяйства, а также проверяют QR-коды. Все данные заносятся в планшет без использования бумажных анкет и сразу отправляются в Росстат. В эпоху коронавируса этот способ уже стал не только самым быстрым, но и безопасным. Также стоит отметить, что перепись в электронном виде без использования бумаги не затрагивает экологию. Это важное статистическое событие, которое проходит раз в 10 лет, и от его итогов зависит социальное направление развития нашей страны. Пользой переписи в предыдущие годы является программа материнского капитала. В основу этой программы как раз легли итоги переписи 2002 года. Самый главный принцип переписи – самоопределение. Информация, которую переписчик заносит в программу, подается со слов жителя, без предоставления подтверждающих документов. Сами жители такому подходу рады и никаких претензий не имеют. Мне позвонила мама и сказала о том, что по ссылке, которую прислали, можно переписать всю семью. Надо знать, сколько людей, какая национальность у нас люди, где в городе живут, деревни. Мне кажется, это очень важно. Я думаю, чтобы государство знало, сколько жителей проживает на ее территории, какой слой населения и какие меры принимают для ее развития. Принять участие в переписи населения можно до 14 ноября. Первые общие цифры по численности населения станут известны в январе-феврале. Окончательные итоги официально публикуют в конце следующего года. Никита Колосов, Сергей Баскин, Максим Гусев. События. В Самарской области вдвое увеличилось количество ДТП на железнодорожных переездах. В Самаре проходит месячник по работе с водителями и пешеходами. Сотрудники госавтоинспекции совместно с работниками Кубишевской железной дороги проводят рейды и напоминают участникам дорожного движения о правилах поведения на дороге. Никита Колосов подробнее. На железнодорожном переезде в районе улицы Речной в сутки проходит 245 поездов. Масса каждого из них более 5000 тонн. Средняя скорость состава на переезде 60-70 км в час. Тромбозной путь – 1000 метров. Если на пути внезапно окажется автомобиль, поезд сомнет его как консервную банку. Чтобы предотвратить трагедию, этот ЖД-переезд оборудовали автоматической системой, которая подает звуковое оповещение и опускает шлагбаумы. Здесь проходит шесть полос ЖД-путей и обустроен пост, откуда сотрудники Кубишевской железной дороги подают сигналы машинисту и контролируют работу автоматической системы. Также работникам приходится тщательно следить за автомобилистами. Некоторые из них не соблюдают правила переезда ЖД-путей и подвергают опасности себя, машинистов и пассажиров. В текущем году на Кубишевской железной дороге произошло 14 дорожно-транспортных происшествий по вине водителя автотранспортных средств, грубо нарушивших правила дорожного движения. По статистике это в 2,5 раза больше уровня 2020 года. С начала октября сотрудники госавтоинспекции совместно с работниками железной дороги проводят профилактические рейды для водителей. Инспекторы ДПС останавливают участников дорожного движения и выдают памятки с правилами переезда ЖД-путей, а также проводят профилактические беседы. Нарушителям выписывают штраф в 1000 рублей или лишают водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев. Водители транспортных средств могут пересекать железнодорожные пути только на железнодорожных переездах, соответственно уступив дорогу подвижному составу. Сами водители против профилактических рейдов ничего не имеют. Наоборот, считают, что их нужно проводить чаще. Нарушения бывают. Бывают, да? Да, проезжают при закрытом шлагбауме. Бывает такое случается. Нет, такого не делаю. Моя жизнь дорожная. Ну все может случиться, эта машина, она может просто заглохнуть на железнодорожных путях и все. Это не факт, что ты успеешь даже выбежать из машины. Сотрудники железной дороги и госавтоинспекции напоминают, что железнодорожный переезд – это особо опасный участок автомобильной дороги, который требует строгого соблюдения правил дорожного движения. Никита Колосов, Николай Сидоров. События. Далее коротко о других темах дня. Призывники из Самарской области будут служить в воздушно-космических войсках. Очередная отправка новобранцев к месту службы состоялась в областном призывном пункте в Зызрани. Более ста молодых людей прошли строевым шагом по плацу, затем распределились по автобусам. Новобранцы отправятся в Саратов, Чебаркуль и Моздок. Кто-то останется служить в регионе. Призывникам предстоит пополнить ряды воздушно-космических войск, ракетных войск стратегического назначения, а также сухопутных войск. С начала октября – это уже третья отправка новобранцев с призывного пункта в Зызрани. Ряды Вооруженных сил России пополнили 250 жителей губернии. Самарское речное пассажирское предприятие сообщило о предстоящем закрытии остановочных пунктов на Волге. Это связано с завершением навигации. Уже с пятницы 29 октября перестанут работать пристани Зольная, Солнечная поляна, Богатырь, Гаврилово поляна и Подгоры. С 1 ноября закроются остановки Винновка, Шелехметь и Нижний пляж. А с 8 ноября прекратят работать пристани поляна имени Фрунзе и Ширяева. Кроме того, с 29 октября изменится расписание на маршруте Самара-Ширяева. Ежедневно теплоход будет отправляться из областного центра в 8.30 и пребывать в пункт назначения в 11. В обратном направлении судно будет отходить в 16 и пребывать в Самару в 18 часов. В пути предусмотрена остановка на поляне имени Фрунзе. В Самарской области планируют построить 12 школ. Об этом сообщили в региональном правительстве. Строительство станет возможным благодаря участию региона в государственной программе развития образования. Она стартовала в 2021 году по инициативе Министерства просвещения России. Новую школу на 1500 мест построят в микрорайоне Южный город в короткие сроки. Сдать объект в эксплуатацию планируют в 2022 году. Также во время второго этапа приема заявок в августе этого года Самарская область подала документы еще на три объекта. В микрорайоне Крутые ключи, Волгаре и Тольятти. На третьем этапе в конце ноября губерния планирует вновь подать заявку на строительство еще восьми школ. Футболисты Крыльев Советов выбыли из розыгрыша Кубка России на групповом этапе. Баскетболисты Самары впервые проиграли в новом сезоне Суперлиги. А вот хоккеисты ЦСК ВВС одержали первую победу в ВХЛ. Летчики переиграли Ангарский Ермак. Подробности прошедших встреч в следующем сюжете. Футболисты Крыльев Советов вылетели из Кубка России. В решающем матче группового этапа прошлогодние финалисты турнира на выезде уступили Красноярскому Енисею. Волжане на 79-й минуте остались в меньшинстве. С поля за вторую желтую карточку был удален Дмитрий Цыпченко. И через несколько минут хозяева забили единственный гол в матче. В конце самарцы могли сравнять счет, но забить так и не получилось. В своей группе Крылья заняли второе место и завершили свое выступление в Кубке России. Мы не уступали по ходу игры, но вот какие-то пару несчастных случаев удаления и голевой момент привели к тому, что матчи выиграли те, кто, наверное, просто больше этого хотел. Проиграли свои матчи самарские баскетболисты. Они также играли на выезде, но против университета Югра в Сургуте, где неизменно побеждали с 2016 года. Однако серия прервалась, хотя поначалу самарцы даже вели в счете. Ключевым стал трехминутный отрезок во второй четверти, который хозяева выиграли 12-0. После этого самарцы так и не смогли догнать соперника, лишь изредка сокращая разницу до 6-7 очков. 86-94 – первое поражение Самары в Суперлиге. А вот хоккеисты ЦСКА ВВС наоборот – накануне впервые выиграли в новом сезоне. На протяжении 17 игр со старта чемпионата ВХЛ самарцы уходили с поля побежденными. Неудачную серию удалось прервать в домашнем матче против ангарского Ермака. Первый период остался за гостями, но затем самарцы переломили ход встречи. Сначала в середине второго периода отличился Переляев, а в начале третьего в меньшинстве забил Жирнов. После чего самарцы засушили игру. 18-летний голкипер Максим Моторыгин отразил 24 броска из 25 и заработал свою первую победу в ВХЛ. При равной игре чуть удачливее, чем соперник. Первая победа – это как глоток воздуха для нас. Она очень важна. Радости было очень много у ребят. Поздравляю всех с победой. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова